Во-первых, я хочу сказать, Игорь, вы уже много написали, много наговорили за это время. Таким образом, что не можете не понимать, что ваши обвинения в адрес Пашиняна только удерживают Пашинянову власть, если вы так озабочены его судьбой. Потому что все, что вы говорите, воспринимается в Армении со знаком наоборот. Вы это знаете прекрасно. Поэтому, если вы хотите выступить адвокатом Пашиняна, нападая на него, продолжайте. Теперь то, что касается существа вопроса. К сожалению, миротворцы в самом деле не могут 24 часа быть приставлены каждому человеку, который живет и в Карабахе, и в сопредельных районах. Я хочу заметить, что речь идет не только о территории тех районов, которые не входили в Нагорно-Карабахскую область, но есть и территории вроде Шуши, Гадрудского района, например, которые являются частью Нагорно-Карабахской автономной области. И сегодня они под контролем азербайджанских сил. И там было армянское население с покон веку, и это население тоже ушло. И это, на самом деле, определенный вердикт, означающий температуру в этой зоне. Никакие разглагольствования о том, что можно обеспечить культурную автономию, на сегодняшний день не пройдут. Со стороны стран, которые не признали ни Турция, ни Азербайджан, полуторамиллионный геноцид в начале 20-го и продолжают не признавать. Вы заговорили сегодня об эпизоде Таджалы, это страшный эпизод, это эпизод военных действий. Там погибло около 600 человек, одни говорят 600, другие 400. Каждый человек ценен. Почему вы никогда не говорите о том, что Турция, которая вовлечена в события и требует себе права быть миротворцем, не признала до сих пор, в отличие от всего мира, то, что в ее предшественнице, Османской империи, погибло полтора миллиона армян. Как они могут вам верить? Они вам могут верить, Азербайджану или Турции? После этого. Я не адвокат Турции, помолчи, со своими критами, помолчи. Господа, я хочу сказать, что в этой ситуации абсолютно востребована и миротворческая операция, и не только она, востребованные действия МЧС, востребованы многое. Но я хотел бы заметить, что очень серьезно нужно мониторить то, что происходит. То, что касается внутренних событий в Армении, это предмет другого разговора. И этот разговор прежде всего...